В ту ночь злой февральский ветер дул с моря. На всех заводах гудели без отдыха гудки. Это Ленин звал к Смольному всех, кто готов был сражаться за свою страну. Отечество было в опасности. Немцы шли на Петроград. Ленин работал всю ночь. Он писал «Воззвание к народу». Иногда он вставал, подходил к окну. Во дворе Смольного горели костры, стояли пулеметы. Бойцы в серых шинелях переносили куда-то связки сабель, винтовки. У одного костра стоял матрос в черном бушлате с поднятым воротником. Он все отворачивался от ветра, присел над костром, грел руки. И, видно, никак не мог согреться. Тогда он выпрямился и пустился в пляс. Ленин полюбовался на матроса и вернулся к письменному столу. Он еще раз перечитал свое воззвание, крупно написал сверху «Социалистическое отечество в опасности» и быстро вышел из комнаты в коридор. И тут только вспомнил, что еще очень рано, еще ночь, и вряд ли он найдет кого-нибудь из софнаркома. Тогда, отдыхая после своего двадцатичасового рабочего дня, он не спеша пошел по коридору. Коридор был совсем пустой в этот час, и шаги в нем звучали гулко. У лестницы Ленин остановился. Там на площадке стоял около пулемета молодой солдат, караульный. «А что, товарищ, можем мы победить врага этим пулеметом?» – спросил его Ленин. «Безусловно, побьем, Владимир Ильич», – весело ответил солдат. «Немца?» «Немца». «А у него броневики, пушки, сила. Все равно побьем, Владимир Ильич». «И я, товарищ, такого же мнения. Вот именно, все равно побьем». Ленин повернулся и тем же шагом, не спеша, пошел в свою комнату. У самой лампы все еще лежала последняя военная сводка. Немцы подходили к Пскову, готовили удар по Петрограду. «Если бы иметь побольше таких бойцов, как этот пулеметчик, как матрос у костра. А разве их мало?» «А разве их мало?» «Нужно только время, чтобы собрать их, создать свою армию». Но времени мало. Враг рвется к советской столице. Черное окно в комнате стало серым. Наступало утро. Тревожных гудков больше не было слышно. Ленин прислушался. Откуда-то издалека донеслась музыка. Через минуту она стала громче. Медные трубы военного оркестра играли марш. Раздалась команда. В широкие ворота Смольного ходила воинская часть. Ленин вглядывался, стоя у окна. Бойцы были одеты в короткие полушубки, в круглых шапочках. Одежда эта показалась ему знакомой. И он вспомнил. В такой одежде встречали его сестрорецкие оружейники в марте прошлого года, когда он возвращался из-за границы. Только тогда у них не было винтовок. Небо светлело все больше. В коридорах Смольного послышались шаги голоса. Дверь скрипнула. В комнату вошел секретарь. — Это товарищи из Сестрорецка? — спросил Ленин, все еще глядя в окно. — Красногвардейцы, рабочие Сестрорецкого оружейного завода. Их девять тысяч восемьсот человек. Сколько же всех! По тревожному гудку шли ночью к Смольному кронштадтские матросы, питерские красногвардейцы, верные революции солдаты. Шли, гремя колесами, поезда с красными войсками на Нарву и Псков. 23 февраля 1918 года немцам был нанесен первый удар. Их наступление было остановлено. Этот день стал днем рождения нашей армии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова